Дорогие друзья, хотел бы вам напомнить, что у нас также работает самая дешевая закусочная на кольце Арзамаса. Любой из вас может ее посетить и отведать самые вкусные блюда от нашей Любочки. И заметьте, цены как при Сталине, да и Любанька при параде. Будем каждого из вас ждать, а я вам желаю приятного просмотра. Золото, которое мы успели взять, плюс-минус по низкой ставке выходит 150 тысяч долларов. Мы бы могли отдать тебе этот рюкзак с добром за нашу сделку, чтобы ты брал авторитеты. Мне нужна будет ваша помощь в поддержке заднего тыла, чтобы меня никто не тронул. Но мы же неспроста тебе такие бабки даем, чтобы нам с тобой еще участвовать в этой движухе. Были бы в рюкзаке бабки реальные, а так всего лишь это золото. Блять, сейчас еще в одном замесе участвую. Пиздец. Нахрена такие бабки отдавать, если по итогу мы и сами будем там принимать участие. Проще самим уже закончить дело. Какой он нахрен профессиональный наемник. И Миша ему так спокойно доверяет. Вообще какой-то бред. Армен, да брось ты, он специалист в своем деле. Ага, спец он. Только мы тут каким боком вообще? Попросил немножко помочь. У нас задача-то просто смотреть тыл и все. Ой, даже спорить не буду. Бессмысленно. Согласен. Лучше свои силы побереги. Сау, брат, вы готовы пошуметь? Конечно, готовы. Все уже лежит на точке, на одном из этих этажей этого здания. А у вас хоть есть пушки? Да, два пистолета. Вы серьезно? Ну мы же воевать не собираемся. Так чисто, если сблизи кого-нибудь кнопнуть. Ох, а я думал, вы уже засали. Не, мы не из этих. Как сейчас действуем? Поднимаемся через пожарный уход. На предпоследний этаж. Там с окна будет хороший вид напротив здания, где тусуется ваш авторитет. А вот, моя сладкая, сегодня с тебя еще уберем одного человека раз и навсегда. Как было это с другим? Ты с оружием общаешься? Да, что такого? С оружием надо иметь связь, чтобы ты его полностью почувствовал. И в подходящий момент сделать финишный выстрел в цель. Странный ты, конечно. Или я чего-то не догоняю. Ну да ладно. Так, где же ты, моя белоснежка? А, вот, нашел свой бассейн отдыхать. Давай покончим с ним навсегда. Не говори мне ничего под руку, сбиваешь. Ну что, пока белоснежка. Твою мать, что за херня? Ты что, попасть не можешь? Я стреляю прям в точку. Что у вас там застрельба наверху? Сука, все самому приходится делать. Получай, сука. Отойди. Блять, не достает автомат. Сука, надо сваливать отсюда. И они сейчас за нами придут. Я его сейчас убью. А ну выходи, белоснежка. Бежим отсюда? А черт с тобой мне моя жизнь дорога. Стрелок хренов, сейчас всем хана будет. Миша, Миша, прием. Готовься, сейчас будем сваливать. Давай быстрее, вот такой шум здесь навели. Бежим за мной. А где киллер? Да по*** на него, бежим в укрытие. Быстрее, быстрее, Миша, быстрей. Вроде успели. Что за херня у вас была наверху? Он либо косой, либо у него снайперка не достреливала. Он сделал три выстрела и авторитета даже не задело. Авторитет спрятался со своими охранниками и сейчас за нами походу придут. Сглазил Терман. Прыгнись, вон мужики с оружием бегут. Твою мать, ему пи***ц походу пришел. Его карьере стрелка. А я не думал, что киллер не сможет убить жертву. Нас обманули походу. Он три раза не смог попасть по цели, Миша. Кому мы нахрен надали свои деньги? Пи***ц. Прости, Терман, я сам сейчас в полном шоке. Что происходит? Что происходит? Сейчас либо его ебут там же, либо он нас сдаст, и потом нам втроем хана будет. Тише говори, вдруг услышат нас. Ебать. Да ну нахуй, его реально поймали. Ой, блядь. Будем его спасать. Эээ, даже не рыпайся, хрен знает сколько охранников в этом авторитете. А нас тут всего лишь двое. Я под шумок зайду, жди тут, если что откроешь огонь. Армен, стой! Когда умолкнут все песни, которых я не знаю, Губай Америка, ой, где не был никогда, прощай навсегда. Сука, все, крышка ему походу пришла. Как же обидно сейчас, что ему даже не попробовал помочь. Надо срочно идти к Мише. Ты видел, что сейчас было? Краем глаза видел, то что сейчас уехал крупный кортеж. Да я в шоке. Их человек шесть там было. Я даже не стал рыпаться. Так бы меня вместе с ним упаковали. Ну и правильно сделаешь, что не лез. Ну их нахрен. Один плюс в этом месте. Мы остались незаметны в этой ситуации. А сейчас я предлагаю, как можно быстрее свалить с этого места. Вдруг вернуться. Согласен, давай прыгай за руль. Армен? Да, Миш. Может расскажешь уже, что у вас там наверху было? Да пи***ц Миша был. Я стоял рядом с ним и наблюдал за его якобы мастерством со снайперки. Сначала он вообще с оружием общался. Серьезно, бля? Да, у меня уже в тот момент сподвигли сомнения, что все пойдет по пизде. Он прицелился в авторитета. В тот момент авторитет вообще ничего не подозревал и чилил в бассейне. Сидел на месте. Он делает раз выстрел. Ни хрена не попадает по нему. Там на крыше начинается полный кипиш. Все бегут кто куда, кто-то за укрытие. В этот момент киллер еще делает выстрел, но без попадания. Охранники авторитета вообще подоставали пушки. Начали нас вычислять. И вас в поливе, да? Конечно, Миша. По нам начинают открывать огонь, я тем временем предлагаю свалить оттуда. Но он как упертый баран стоял на месте. Но я и принял решение без него бежать вниз. А дальше сам знаешь, что было. Да, бля. Я ва**ю, конечно, Норман. Но мне настолько сейчас обидно это говорить, что нас походу, блядь, кинули. Пф, дураку уже понятно, что нас кинули. Да ладно, не расстраивайся. Сейчас что-нибудь придумаем. Вот, держи ключи от Ауди. Езжай пока домой, а я скоро приеду. А ты куда? Да я попробую встретиться с одним человеком из одной группировки. Может, они им смогут нам помочь. А за счет помощи как раз отдам им этот аппарат. Для предоплаты зайдет. А с тобой никак? Думая не стоит. Чтобы у головы не было сомнений помочь нам в нашем деле. Ну ладно, как знаешь. Хорошо, только без меня даже не думай лезть к особняку авторитета. Я и не собирался. Все равно в одиночку не смогу ничего сделать. Ну, буду надеяться на тебя. Если что, на связи. Давай, удачи. Ой, бля, совсем один остался. И Миша не захотел меня посвящать в эти дела. Говорю же, мутный стал. Ладно, буду верить в лучшее. Что этот кошмар когда-нибудь закончится. А пока у меня есть свободное время, можно немножко расслабиться и посетить какие-нибудь интересные места. Все просто получается Мир мает, не качается А свет переключается на звук На расстоянии быстрого Рассчитывать бессмысленно Что истина не высказнет из рук И не порвется бесконечный круг Вне зоны доступа Мы не опознаны Вне зоны доступа Мы дышим воздухом Вне зоны доступа Вполне осознанно Вне зоны доступа Не дай бог с ним что-то случилось Ладно, главное без паники Может он уже дома, ждет меня Миша, ты дома? Дорогие друзья Спасибо, что досмотрели до конца этот ролик Прошмите пожалуйста свой царский лайк Ведь я опять не спал всю ночь И делал этот видос А если ты новенький И не подписан То скорее подписывайся Ведь ролики получаются очень жаркие Редактор субтитров А.Семкин